Привет всем! Алоха криптовалютчики! Продолжаем разговоры о перспективнейших и интереснейших блокчейн стартапах. И сегодня на повестке дня ЭНДО. Что же такое ЭНДО? Это блокчейн протокол для верификации данных. На самом деле ЭНДО это уникальная экосистема, представляющая собой платформу с открытым исходным кодом. Платформу, конечно же, функционирующую на базе технологии блокчейн, которая может функционировать и интегрироваться с разнообразными сторонними приложениями. Про токен я расскажу вам в следующем видео. У них есть отдельная страница с токен сейлом. Ну а сегодня мы попытаемся понять суть. Огромные проблемы существуют в мире хранения и использования данных. Огромное количество подделок данных. То есть люди получают ценности за вранье от банковских транзакций, до получения прав и сертификатов. Очень затратное хранение. Это дорого стоит. А в бумажном виде огромное количество данных теряется, портится и так далее. Ну и вообще занимает много места. Централизованное подтверждение данных. Ряд учреждений имеют монополию на хранение, удаление, цензуру и многое-многое другое. Ну а также существуют проблемы интеграции. В любую систему могут быть добавлены ложные, подкорректированные данные. Можно удалить, исправить и так далее. Можно выдавать это за правду, тем самым обманом. Так вот, Эндо решит все эти проблемы. Вы можете прочитать их в White Paper, где они рассказывают обо всем. Где это и как будет применяться. Ну и я сейчас вкратце тоже вам поведаю. В первую очередь будут созданы приложения, связанные между собой на единой платформе. Это Documents, где пользователи смогут управлять доступом к личным документам. Полностью быть ответственными за их хранение, синхронизацию и прочее. Know You Customer плюс Scoring. Будет децентрализованная идентификация личности, а также Scoring. Система Scoring данных на основе подтверждения аккаунта. Base, так называемое отслеживание событий, все изменения, доступ к ним в других интегрированных системах. То есть, что позволит отслеживать ничего ли не подделано. Workflow обеспечит синхронизацию верифицированных документов между разнообразными филиалами. Предоставит дополнительные гарантии существования. И будет отражать все факты редактирования изменения документов. Ну и наконец, Reviews это доверенная среда, где будут размещаться отзывы об организациях разнообразных продуктов, сервисов и прочим-прочим. Это все будет не поддельно. Пока не удается, нельзя еще интегрировать свое приложение собственное. Команда еще работает над разработкой, над созданием своей экосистемы. Вот это 5 связанных слоев. Так будет выглядеть экосистема. Блокчейн плюс хранилище. Информация будет храниться на различных хранилищах. Дрокбокс, Торш, Амазон, IPFS, FTP, SSH серверах. Следующий составляющий будет протокол, который определит правила взаимодействия слоев. Далее та самая платформа, которая будет отвечать за централизованную верификацию, обмена данных и обращение токена внутри. Приложения, о которых я вам рассказал, которые будут работать на базе платформы для пользователей простых, а также для бизнес-решений. Ну и API-код. Открытый интерфейс для создания приложений и автоматизации бизнес-логистики. Едем с вами дальше. 5 преимуществ. Сами разработчики говорят, что платформа будет очень безопасной благодаря алгоритмам шифрования. Плюс ко всему, она будет обеспечивать локальность, локальное хеширование, шифрование, хранение. При необходимости будет гарантировать полную приватность информации. Огромная скорость, благодаря алгоритму консенсуса DEPOS, 65 тысяч транзакций в секунду можно будет осуществлять. Мульти-блокчейн будет доступен. Это означает отправку хэша сразу в несколько блокчейнов, что сократит вероятность того, что информация будет сфальсифицирована или исчезнет. Ну и скоринг, о котором я уже упоминал. Оценка приложения с помощью анализа фактов о публикующих учреждениях. Очень интересный проект. В следующем видео я вам расскажу о сферах применения данного проекта, о деталях, о токене, а также о команде и дорожной карте я вам поведаю. Подписывайтесь на мой канал, следите за обновлениями. До новых встреч! Продолжение следует...